Привет, что читаете? Сегодня я дежурная по чтению Александра Устинова и я вам расскажу о книге призвания о выборе долги и нейрохирургии. Автор книги Генри Марш, известный британский нейрохирург, член Королевского общества хирургов, кавалер ордена Британской империи. Марш работал старшим нейрохирургом в одном из самых крупных британских центров хирургии мозга. Также он участвовал в развитии нейрохирургии постсоветских стран, в том числе на Украине. Об этом был снят документальный фильм «Английский хирург». Помимо медицины изучал в Оксфорде политологию, философию и экономику. За свою профессиональную карьеру Генри Марш провел тысячи операций на головном мозге, выучил не одно поколение профессиональных хирургов, брался за сложные задачи и не боялся сложных решений. Чтобы поделиться своими мыслями о медицине, Марш стал писать мемуары и автобиографические повести. За свои заслуги в литературе он был удостоен премий Джо Экерли и Озон. Я люблю шутить, что самое мое драгоценное имущество, которое я ставлю превыше всех своих инструментов, книг, картин и фамильного антиквариата. Это набор для самоубийства, который я прячу дома. Он состоит из нескольких препаратов, накопившихся у меня за годы работы. Не уверен, правда, подействуют ли они и сейчас, срок годности на упаковках не указан. Было бы неловко очнулся в реанимации после неудавшейся попытки суицида или в приемном покое больницы прямо в процессе промывания желудка. К людям, пытавшимся покончить с собой, больничный персонал частенько относится с презрением и с нисхождением, как тем, кому не повезло ни в жизни, ни в смерти, как тем, кто сам виноват в собственном несчастье. Работая младшим врачом еще до начала моей карьеры нейрохирурга, я столкнулся с юной девушкой, которую удалось откачать после передозировки барбитуратами. Она хотела свести счеты жизни из-за неудачной любви, но подруга нашла ее уже бессознательную и привезла в больницу, где девушку поместили в реанимацию и сутки держали на аппарате искусственной вентиляции легких. После этого ее перевели в отделение, в котором я работала интерном, самым младшим в иерархии больничных врачей. Я видел, как она приходит в себя, сперва удивленная и озадаченная тем, что по-прежнему жива, а затем не совсем уверенная в том, что ей вообще стоило возвращаться в царство живых. Помню, как сидел на краю ее кровати и разговаривал с ней. Она была очень худой, очевидно из-за анорексии. У нее были короткие, покрашенные в темно-красный цвет волосы, которые спутались и растрепались за сутки в коме. Она сидела, положив подбородок на прижатые груди и колени, держалась она довольно спокойно. Возможно, по-прежнему давала о себе знать передозировка, а может девушка воспринимала больницу как лимб, место между адом и раем, где ей предоставили небольшую передышку от несчастья. За те пару дней, что она провела в палате, мы, можно сказать, подружились, а потом ее перевели в психиатрическое отделение. Кстати, выяснилось, что у нас имелись общие знакомые по Оксфорду, но я совершенно не в курсе, как сложилась ее дальнейшая судьба. Должен признаться, что не уверен, воспользуюсь ли я препаратами из набора для самоубийства, если, а это может произойти уже в ближайшем будущем, столкнусь с первыми симптомами деменции или если у меня обнаружат неизлечимое заболевание вроде злокачественных опухолей мозга, с которыми я так хорошо познакомился за годы работы нейрохирургом. Когда ты здоров и чувствуешь себя хорошо, совсем несложно лелеять мечту о том, что через много лет умрешь с достоинством, уйдя из жизни по собственной воле. Ведь смерть кажется такой далекой. Если я не умру мгновенно, например, от инсульта или инфаркта, либо после падения с велосипеда, то даже предположить не могу, что почувствую, узнав, что моя жизнь подходит к концу. К концу, который может оказаться весьма горьким и унизительным. Я врач и не могу тешить себя иллюзиями. Вместе с тем я нисколько не удивлюсь, если вдруг начну отчаянно цепляться за ускользающую жизнь. В странах, где и втаназии узаконено, многие люди, страдающие неизлечимой болезнью в терминальной стадии, изначально интересуются возможностью быстро уйти из жизни, но так и не решаются ею воспользоваться до самого конца. Может быть, все, чего им хотелось, убедиться в том, что они смогут быстро покончить с мучениями, если те станут невыносимыми. Однако, на деле, их последние дни прошли довольно спокойно. А может, с приближением смерти они начали надеяться на то, что у них все еще есть будущее? Сталкиваясь с противоречащими друг другу мыслями, мы испытываем так называемый когнитивный диссонанс. Разумом мы понимаем, что вскоре умрем и принимаем это, но в глубине души думаем, что для нас еще не все кончено. Словно наш мозг запрограммирован на то, чтобы лелеять надежду вопреки всему. С приближением смерти наше самоощущение начинает разрушаться. Некоторые психологи и философы придерживаются мнения, что это самоощущение восприятия себя как отдельной личности, способной принимать осознанное решение, не более чем титульный лист партитуры нашего подсознания, который состоит из множества неясных, зачастую диссонирующих голосов. Большая часть того, что мы считаем реальным, в действительности лишь иллюзия. Утешительная сказка, сотворенная мозгом для того, чтобы мы могли находить какой-то смысл в огромном потоке внешних и внутренних раздражителей, а также бессознательных механизмах и импульсах самого мозга. Кое-кто даже уверяет, будто и само по себе сознание тоже иллюзия, якобы оно не настоящее, а всего-навсего обман, которому прибегает наш мозг. Впрочем, я не до конца понимаю, что имеется в виду. Хороший врач разговаривает с умирающим пациентом, обращаясь одновременно и к той его части, что прекрасно знает о предстоящей смерти, и к той, что надеется еще пожить. Хороший врач не врет, но и не лишает пациента надежды. Пусть даже все, на что тот может рассчитывать, это несколько дней. Такие беседы вести непросто, и на них требуется немало времени. Причем большую его часть придется потратить на долгие безмолвные паузы. Кстати, вот какие отзывы оставляют читатели. Книга представляет собой скорее монолог автора, с его размышлениями, страхами и мечтами, которые одолевали его перед новой вехой в его жизни, выходом на пенсию. Эта книга мне показалась исповедью талантливого хирурга, вынужденного отстраниться от своего дела. В ней переплетается горечь, тихая тоска и нескончаемая надежда. Авторы анализируют и собственную профессиональную деятельность, и личную жизнь. Много пишут об этике, о системе здравоохранения в той или иной стране, об отношении врачей к пациентам. Книгу писал умный человек, известный нейрохирург, проводивший множество сложнейших операций, но, как любой человек, не избежавший ошибок, в том числе фатальных. Мне понравилось много мыслей Марша, в частности, его рассуждение о том, что врачи часто забывают о минимальной эмпатии в общении с пациентом, о честности и открытости доктора в разговоре с больным. В этой книге Генри Марш больше рассуждает о закате жизни, об окончании своей карьеры, о смерти, об отношении к ней, о родственниках и близких умирающего, об отношении к здоровью и лечению людей в разных странах. Все это замешано с реальными случаями его медицинской практики. Пишет просто и открыто обо всем. Самое удивительное, что он не пытается утаить свои неудачи и ошибки. Он открыто признает их и не перекладывает вину на кого-то еще. Местами читать тяжело, ведь Генри Марш поднимает острые вопросы, о которых здоровый человек и не задумывается. Разбирает по косточкам, шокирует деталями, моральными дилеммами. Но не читать невозможно. Снова интересные факты про мозг, врачебную деятельность, медицину в целом. И страшно. Это опытнейший специалист высокого уровня, признается, что дико волнуется перед каждой рядовой операцией на мозге. А еще он умеет злиться, ссориться, терпеть провалы и в медицине, и в семье. Сейчас он на пенсии, но все равно консультирует, оперирует, помогает людям и коллегам из разных стран. Переполненные больничные палаты, а именно в них большинству из нас суждено попрощаться с жизнью, не лучшее место для подобных разговоров. Когда мы окажемся на пороге смерти, где-то в огромном уголке нашего разума по-прежнему будет леть крошечный уголек надежды. И только перед самым концом мы смиримся с неизбежным и приготовимся к смерти. Дом стоял один-одинешник на берегу канала, покинутый пустой, с гнилыми оконными рамами, свисающими с петель. Сорняки в запущенном саду были мне по грудь, и, как я позже выяснил, они скрывали барахло, накопившееся за 50 лет. Дом обращен фасадом к каналу и шлюзу, прямо за ним озеро, а дальше железная дорога. Должно быть, компания, владевшая домом, заплатила кому-то, чтобы тот очистил дом от хлама, а недобросовестный работник просто выбросил все за старый забор, отделявший сад от озера. И теперь ведь берег был завален мусором. Тут нашли старый матрас, детали от пылесоса, кухонная плита, стулья без ножек, а кроме того, множество ржавых жестянок и разбитых бутылок. И тем не менее, с горой мусора виднелось озеро, в котором рос камыш и плавала пара лебедей. Впервые я увидела этот дом субботним утром. О нем рассказала мне подруга, приметившая объявление о продаже. Она знала, что я подыскиваю в Оксфорде местечко для столярной мастерской, чтобы было чем занять себя после выхода на пенсию. Я припарковал машину на обочине объездной дороги и двинулся вдоль эстакады. Мимо меня с оглушительным ревом проносились легковые машины и грузовики. Я отыскал маленькую, еле заметную дыру в живой изгороди со стороны дороги. Длинная лестница, усыпанная опавшими листьями и укрытая от солнца ветвями старых булков, вела вниз, к каналу. Мне казалось, будто я внезапно перенесся в прошлое. Я спустился к каналу, возле него царили тишина и спокойствие. Даже дорожный шум сюда не долетал. Дом стоял в нескольких сотнях метров, к нему вел бичевник. Невдалеке виднелся горбатый кирпичный мост, переброшенный через канал. В саду обнаружилось несколько сливовых деревьев, одно из которых проросло через ветхий проржавевший мотоблок, некогда служивший для прореживания густой поросли. На его колесах я заметил надписи «Оксфорд» и «Аллинг». У моего отца в 50-х был точно такой же мотоблок, который использовался для ухода за фруктовым садом, занимавшим почти гектар. Наш сад находился где-то в километре отсюда, именно в этих краях я провел детство. Однажды, когда я наблюдал за работой отца, он случайно наехал на маленькую землеройку. Я до сих пор отчетливо помню ее окровавленное тельце и пронзительный предсмертный визг. Итак, дом выходил фасадом на спокойный тихий канал и стоял прямо перед массивными черными воротами узкого шлюза. Сюда нельзя подъехать на машине, можно только дойти к бичевнику или подплыть на барже. Вдоль сада перед каналом имелась кирпичная стена с паилками для лошадей. Позже я обнаружил металлические кольца, которым привязывали лошадей, тащивших баржи вдоль канала. Когда-то очень давно смотритель шлюза открывал и закрывал ворота, но сейчас дома смотрителей, в свое время возведенные вдоль всего канала, уже все распроданы и с воротами разбираются экипажи барж. Мне сказали, что тут водятся зимородки. Порой можно увидеть, как они пролетают над водой и выдры, хотя всего нескольких сотнях метров отсюда над каналом по эстакаде с шумом мчатся машины. Впрочем, стоило мне отвернуться от дороги и до самого горизонта я не увидел ничего, кроме полей и деревьев, до заросшего тростником озера позади дома. Вполне можно было поверить, будто я очутился в глухой деревушке, вроде той, в которой вырос, и никакой объездной дороги, построенной 60 лет назад, нет и в помине. Неподалеку от дома, на заросшей травой берегу канала, меня дожидал сотрудница управляющей компании. Она открыла висячий замок на входной двери. Я ступил за порог и заметил на полу несколько писем, затопнутых грязными следами от ботинок. В книге «Призвание» Генри Марш пишет о конце карьеры. Он уходит на пенсию, но не собирается оставаться без дела. Тогда, когда работа не отнимает все свободное время, он собирается выполнить то, что не сделал раньше. Например, посадить фруктовый сад или отремонтировать собственными руками ветхий дом или прогуляться с сыном по Гималаям. И, конечно же, можно по-прежнему спасать людей, пусть не в родной Англии, но в далеком Непале, где помощь опытного хирурга никогда не помешает. Узнать о жизни и мыслях знаменитого нейрохирурга вы можете, прочитав книгу. А найти ее можно в центре чтения дворца книги. А вы читали Генри Марша? Делитесь в комментариях.